сегодня 18 мая соя соя получается всходы был период дождливой погоды но в целом он периодически дожди срываются мешают работать гербицидами и пестицидами что я здесь хотел показать это соя посеянное где-то где-то в мае начале мая не могу да тут точно сказать но здесь работали почвенным препаратом в этом году почвенный препарат оказался актуален по той причине что до сих пор еще нет тепла стабильного вот так вот сейчас вот такой вот эффект на данный момент венки которые стадии семидолик даже в стадии схода да то есть это еще не настоящие листья получается злаковые сырники то есть просянка и любые другие то есть они сейчас угнетены соя сейчас чувствует себя понятно что себя чувствует не очень из-за того что почва почва ее сковывает не дает нормально сходить но в то же время если бы здесь не было бы почвенника здесь был бы ковер различных сырников просто-напросто а так получается что эффект от почвенного препарата он есть присутствует и возможность свои быть конкурентной еще от я думаю что недели вот как раз две такая проблема вообще это проблемы такие проблемы бывают обычно обычно сои достаточно предпосевной у хорошей предпосевной культивации ну конечно же и хорошей основной обработки и предпосевной культивации посеять ее в теплую почву она взойдет где-то там дней через 7-10 и гербициды по вегетации этого обычно достаточно но при условии что погода будет складываться в сторону сои если же погода будет прохладной такие года просто были они бывают так периодически наверно раз раз наверно в три года в семнадцатом году я помню был такой год когда соя зарастала заканчивался а соя было можно сказать не конкурентно где-то 40 45 дней особенно если эти посевы были посеяны где-то в конце апреля в 3 декаде апреля то есть начале или в конце то есть естественно весь май был холодный и тепло только пошло уже в июне и и соя вот до этого момента она как бы страдала то есть она не росла она была не конкурентной и приходилось применять по несколько раз работать дополнительно препарат и многие в тот период задумались о том что все же применять наверное почвенный препарат для того чтобы эти такие года там раз в три года не тратить еще больше денег на препараты лучше как-то может быть в балансе применяя почвенный препарат быть спокоен быть спокойным именно за сою будь уверенным в том что она не зарастет то есть не бегать не смотреть на эту марь которая которая тоже так же как и соя замирает прохладный период а потом начинает опять расти или асот который вроде макушка высыхает потом опять активизируется и розетки появляются опять идет активный рост потому что все же гербицид любой гербицид это гербицид на какое-то время на какой-то период то есть на период когда допустим культурное растение не может самостоятельно подавить сорняки не может конкурировать не может быстро набрать вегетативную массу поэтому здесь нужно именно стратегию выбирать исходя из ситуации либо либо позже сеять то есть это тоже как бы иногда помогает и ждать тепла смотреть на прогнозы погоды и только тогда уже выходить на севсой то есть не если есть как бы ограничение финансовые ограничения именно по применению средств защиты растений поэтому вот такой вот эффект есть далее здесь будет базагран и хармони уже в более более позднюю фазу конечно я думаю что это будет уже тройчатые листья ну или по ситуации если участок начнет зарастать естественно придется применять применять базагран и хармони вот такой вот эффект почвенного препарата и мысли по поводу его применения это уже следующая волна сорняков пошла неделю назад наверное я здесь был как раз справился с первой волной то есть здесь остались уже как сказать былки наверно так будет правильнее уже высохла все что было и сейчас уже идет следующая волна сорняков это и в юнки и крестоцветные я вижу маре пока не вижу но с марью препарат так относительно неплохо справился первой волне мне понравилось и почему-то все неплохо сложилось именно на этом поле наверное потому что почва была влажная в момент нанесения понятно что любому почвенному препарату нужна влага а еще такой вот момент как раз вот здесь есть почвенный препарат то есть по кругу успели поле пройти вот как раз будет здесь стык стык вот 36 метров где-то и вот здесь поле чисто а здесь уже пошли сорняки разные здесь уже нет почвенного препарата нет почвенного эффекта все все просто солнце светит конечно она отсвечивает так поле конечно кажется даже слишком зеленым то есть вот сорняки и и тут тут ну тут все есть тут есть крестоцветные есть марь и злаковые то есть вот они есть 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 и вот здесь уже действие пошло действие препарата здесь уже участок более чистый так что